Я забуду Для каждого из нас в жизни есть свои приоритеты, карьера, достаток, но истинной ценностью всегда являлась, конечно, семья, надежный тыл, поддержка, радость и опора. Кому как неподопечным социальных приютов и детских домов знать о ценности родного очага, о котором ребята мечтают и пока его лишены. На базе комплексного центра социального обслуживания населения города Саянска состоялся праздник, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности, Планеты Ромашек. Под таким названием была организована квест-игра, в которой приняли участие родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, замещающие семьи и дети, пребывают которые в круглосуточном отделении всего семь команд. Песня «Путни, путь неуклюжий, пешеходы получим, а вода по асфальту идей, и неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой». Эта игра призвана сплотить семьи, найти какие-то общие интересы, научить их взаимодействовать друг с другом и найти способы релаксации, способы снятия эмоционального напряжения. Ну и наша тайная такая небольшая цель, а может быть кто-то из семей, принявших сегодня участие в этом мероприятии, присмотрит ребятишек из круглосуточных отделений и, возможно, либо возьмет его в свою семью, либо станет для них наставником или другом и позволит ребеночку обрести свою счастливую, надеемся, семью. Спортивные состязания, творческие конкурсы, головоломки, проведение подобных мероприятий является традиционным. «Я хочу, чтобы у меня появилось много попрыгунчиков и хочу, чтобы у меня была прозрачная вода. А прозрачная вода состоит из много молекул, это называется аж два ло». «Мы организовали этот праздник, чтобы объединить, провести мероприятия какие-то для детей и взрослых, потому что совместные игры, совместные мероприятия это всегда объединяет. Они узнают лучше друг друга со стороны, дети знакомятся, как мама умеет и петь, и танцевать, потому что дома, возможно, вы этого не увидите, не посмотрите. Они учатся готовить, они учатся отгадывать вместе загадки. Иногда бывает даже трудности у ребенка, и ему помогают взрослые, а бывает, что трудности какие-то у взрослого ему выручает ребенок. Мы организовали разные конкурсы, чтобы они могли как бы можно ярче себя проявить. Они и отгадывают, и поют, и танцуют, и выполняют какие-то спортивные мероприятия. И когда это все вместе, я думаю, что это здорово объединяет и семью, и детей, и взрослых, и всех вместе. «Очень хороший праздник». «Почему?» «Почему? Потому что с ребятишками активное участие у нас. И на душе хорошо». «На душе хорошо, потому что это семейный праздник». «Здесь все вместе, и родители, и дети все. Поэтому в душе действительно праздник, как сказать правильно. Почаще бы таких праздников, чтобы и дети были, и родители». «Собраться не всегда удается. Как бы и дома с детьми. А здесь общее веселье. И для детей, и для нас это вспомнить счастье. Ну, такое вот. Это такое событие. Просто она душу радует. И семью нашу. Мы просто счастливы очень, что мы здесь собрались». «Вообще счастливы, что мы здесь, в этом садике, в реабилитационном центре. Благодарны всем за то, что они складывают столько в наших детей, столько сил, столько труда. И мы видим самые главные результаты педагогов, воспитателей. Низкий поклон и огромное спасибо». «Мне понравилось, что мы бегаем со всеми, рисуем, песни поем и отгадываем всякие отгадки. И, конечно, веселимся. И сегодня радостный день». «Отличным развлечением стоило радужное рисование ладошками». «Ребята рисовали лето, праздник. Старались брать яркие краски. Ну, немножко однообразно получилось, но все равно весело. Я думаю, это необходимо для настроения летнего детям. Для того, чтобы выложить свою душу, чтобы помазать руки, поработать. Потому что не всегда они работают больше кисточками. Но я думаю, что это вот что получилось, то и получилось. Рисование души. «Праздник семьи очень важен для семьи. Потому что у нас большинство ребят, вот я на дневном отделении работаю, да, ребята живут в семье. Отношения между родителями, между сестрами и братьями. Я думаю, должно быть дружное, должны друг друга уважать, заботиться о старших, учиться у старших. Ну, конечно, когда показывает свой характер, мы должны учить их быть послушными. Ну, и в первую очередь, извините, должны быть ребята здоровыми. Родители должны заботиться. И, конечно же, должна быть любовь к семье, я считаю. Любовь». Кстати, на протяжении двух лет в учреждении реализуется проект «Мама-тьютер-тьютер». Это наставник, который сопровождает ребенка в учебном процессе, помогает ему решать многие образовательные и организационные вопросы. «Мамочки детей, которые приходят к нам на реабилитацию, они решили два года назад, что они и сами могли бы для всех детей проводить какие-то мероприятия. И вот в течение года шесть-семь мероприятий они проводят, парикмахерские классы, классы домашнего рукоделия». «Очень много потерянных детей, брошенных. Тяжело им без родителей. У каждого ребенка обязательно должны быть родители. Ребенок должен расти в семье, с мамой, с папой. Он должен быть счастлив, должен улыбаться. «Наши дети в прииде стараемся тоже восполнить им как-то семью. Забота, ласка. Играем, веселимся. Дети наши довольны. Ну, конечно, семьи не хватает». Снижение уровня социального сиротства и числа детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для полноценного развития ребенка в соответствии с его личностными особенностями и состоянием здоровья, семейные формы устройства детей. Сегодня работа с специалистами комплексного центра ведется по многим направлениям. «В нуждающихся семье у нас на сегодняшний день 19 человек. Это ребятишки разного возраста, от полутора до 14 лет. Ребятишки хорошие, творческие, активные. Они у нас ходят в детские сады, посещают школы, ездят в выздоровительные учреждения. Задорные, веселые. Если это дети с ограниченными возможностями, ребятишки, которые передвигаются, не могут самостоятельно передвигаться, то это дети, которые в детстве, в раннем возрасте были лишены родителей родительских прав, и ребятишки поступили к нам из дома ребенка. Таких ребятишек на сегодняшний день шестеро. А детки, которые проживают в социальном приюте, их на сегодняшний день 15. Это дети изъятые из семей, родители попали в трудную жизненную ситуацию, не смогли побороть свой кризис. И вот на этот период помещаются в наше учреждение, либо уже родители лишены родительских прав в результате проживания. И вот таких детей, конечно, мы постараемся устроить в замещающей семье. Из нашего учреждения в замещающей семье за 19-й год устроено 4 ребенка. Это не так много, но на фоне того, что 20 детей мы вернули в свои кровные семьи, восстановили родительские отношения, детско-родительские отношения, я считаю, что это достаточно хорошая цифра. Но традиционно где-то в течение года через наше учреждение проходит 55 детей. Эта цифра не увеличивается, она остается стабильной. Последний раз мамочка из Зиминского района детей забирала. Она социальный контракт будет оформлять. Будет приобретать коз, живность, и социальная сфера даст ей деньги на поддержание вот этого маленького семейного бизнеса, и она сможет содержать дальше свою семью и получать небольшой доход. Символ праздника Дня Семьи Любви и Верности – ромашка. Такие светлые и красивые праздники дают возможность подарить свою любовь и увидеть, как радостью и счастьем загораются глаза других людей. Мы счастье мы! До новых встреч! Ура! Молодцы!